Вы знаете, когда большевики пришли в Монголию и сказали, а вы знаете, что у вас был такой великий предок Хиисхан, который правил почти все мином? Да, надо же, а мы и не знали. Почитайте Гумилёва, он, если бы у себя хорошо этот вопрос, он описывает, что со временем монголов не существует ни одной притчи, ни одной былины, сказаний, где упоминается Хиисхан или его деяние. Интересно, да? А им пришли, вот вы были великими. Он говорит, о, с удовольствием, рады, почему же нет, не готовы быть великими. Это почти как в том анекдоте про Чукчу, извините за Чукчу. Когда они спросили, Чукча, ты хочешь быть академиком, подсчетным академиком? Он сказал, Чукча должен подумать. Знаете, нет? Нет. Ну, что я знаю, Чукча сказал, я должен подумать. Он подумал, приходит, говорит, я с женой посоветовался. Чукча не хочет быть подсчетным академиком, Чукча хочет быть подсчетным академиком. Понимаете, то же самое с Моголом получилось. Во-первых, слово «могол» не существует в природе. Могол-то, это внесущий природу, но, как и то, что нет, Могол не имеет. Это греческое слово «могол» великий называет. Это западные страны называли наши с вами предки «моголами». Наши с вами предки «моголами». И, так сказать, «могол-татарская орда», как это называемое, на 80% вставалось в армии из русских. И «Чингискан» — это даже не имя, это «хиту», как «генера армии», «соемина армии» или «маршал». Это не имя даже. Понимаете, и много что другое. Так вот, «моголы» пришли и всех, и по всему миру показали, даже в Америке видел фильмы «карбаката» о великом «Чингискане» показали, как вон великий «Чингискан». Хотя исторически «Чингискан» был белый по коже, голубыми глазами и светлыми волосами. Ничего вообще с «моголами» не имеющий. Правильно? Вот это раз один из тех скифов, которые вот нашли на территории современной внутри Монголии. «Космイ beside» «Америке?» «Америке?» «Без неидел server». «Америке?»